Девочка-пай 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очевидно, боги посылают мне испытания в этот решающий для меня день Нет, вы только его послушайте Боги его испытывают Молчи, Мещенко Что? Молчите все Почему мы должны молчать? Почему мы должны молчать? Я спрашиваю всех, что? Чудовище! Боже, чудовище! Открой дверь, чудовище! Почему мы должны молчать? За один месяц ты взял у меня прекрасный полуверок Потому что схватил насморк На кладбище, на похоронах! Кто его звал на эти похорона? Усопший герцог, по телефону, все понятно Дальше он продал мой чемодан, подтвердите! Валерия, подтверди! Ты продал мой чемодан, чтобы купить себе ордена! Зачем тебе ордена? Лучше бы ты купил себе пистолет и застрелился, чтобы не мучиться! И ты испортил мой прекрасный, мой новый лифчик! Испортил тебе не в чем было таскать арбузы, а? Спутать мой лифчик с хозяйственной сумкой! Идиот! Лучше бы ты спутал дверь и окно! Шаг и не мучился! И сразу в аду! Ясно? А вчера ты отнес будильник в ломбард! Зачем? Чтоб мы никогда не проснулись! Чтоб мы умолкли навеки! Но я проснулась, и я не буду молчать! Нет, я не буду молчать! И вам, пап, тоже не советую! Он же чудовище, чудовище! Он мой старший брат! И так он кого-то за свою младшую сестренку! Он хочет продать с нее все! Папе это нужно для его работы! Ты права, нежный цветок пустыни, случайно распустившийся в этом убогом жилище! Это его профессия! Профессия? Да! Да, профессия! Я потом и кровью достаю! Продукты, которые вы, синьор Антонио, потом реализуете, имея за это огромный процент! А эти продукты награда за мою профессию! Потому что моя профессия гость! Черт! Синьор из общества! Надо быть настоящим профессионалом! Обладать особым чутьем! И наметанным глазом! Чтобы, слоняясь по городу, почувствовать, где можно заработать! Например, на свадьбе! Тут надо учитывать все! Во-первых, стороны мало знают друг друга, поэтому необходимо оказаться в толпе приглашенных, и не просто в толпе, а заставить родственников жениха считать тебя близким другом семьи невесты, семью же невесты убедить, что я дядя жениха, и потом блистательным напором ошеломить счастливую невесту и ничего не понимающего жениха. Конечно, если бы не мое образование, не мои блистательные знания во многих областях человеческой деятельности, я бы не смог небрежно рассуждать на любые темы. Ну, например, рассуждать об эмансипации, доказывая, что она рождена мужской ленью, или тут же переходить к проблемам ближнего, востока, одновременно пряча в потайные сетки дюжину бутербродов с икрой или бутылку коньяка. И вы считаете, это не воровство? Воровство? Кого я обокрал? Но те, кто вас принимает. Нет, Антонио, принимают не меня, а сеньора из общества. И все эти деликатесы выставлены для него. Понял? По-моему, не особенно прилично пользоваться приглашением, чтобы уносить что-то с собой. Что ты знаешь о приличиях этих людей? Ты знаешь, сколько воруют они? А у меня за душой не лиры. Эти несчастные бутерброды единственная возможность прокормить семью. А прокат костюма? Ордена? Что, их от правительства получаешь, что ли? Надо же покрыть общие издержки. Общие издержки? Да вы что, компания по сбыту пылесосов? Общие издержки. Да я компания. Фирма по добыче хлеба насущного. Безработный, с семилетним стажем. И раз государство отказало мне возможности зарабатывать хлеб честным путем, то я добываю его на деньги. Выручен от продажи моего чемодана. Несчастная всегда была недалекой, экзальтированной турой. Чудовище. Ну ладно, решайте, что будем делать, мне некогда. Несите и реализуйте. Так, кстати, вы слишком часто появляетесь в моих покоях. Если я замечу, что вы по-прежнему заглядываетесь на мою жену и дочь, получишь в морду. Слушаю, сеньор Леонида. Ну, Антонио. Фьюрелла, трость и перчатки. Перчатки белые? Естественно. Привет, чистой компания. Вот дедушка. Дедушка? Чей дедушка? Ну, это я не знаю. Вчера сеньор Леонида заказывал на 11 часов. И вот он перед вами. Привет, Вилутта. О, сеньор Леонида, привет. Дед Симеона. Адъютант в отставке. 94 года. Артрит. Диабет. Атеросклероз. К тому же совершенно впал в детство. Прекрасно. Что это за штучки? Я надеюсь, ты не собираешься оставить этого деда у нас? Почему бы и нет? У нас что, много едоков? Одним больше, одним меньше. Цыц! Женщины, будете говорить только тогда, когда я разрешу. Понятно? Да, понятно. Только дедушки нам не хватало. Что ты еще придумал? Милые мои, дедушка – это часть прекрасного задуманного плана. Он всегда пойдет. Да нет, что вы. Достаточно сунуть, положить в рот ему жевательную резинку и он тут же смолкает. Вот, видите? Но вы удовлетворены, сеньор Леонида. Почти. По правде говоря, мне бы хотелось, чтобы он больше походил на скелет. На доходягу. Артрит, диабет, атеросклероз. Он же может окочуриться в любую минуту. Идеальный вариант. Но вы его берете или нет? Да, только без этой шляпы. Не-не-не-не. В ней вся прелесть. Возможно, только снимите этот аксессуар. Не-не-не, ради бога. А то он заплачет. Заплачет? Да. Вот, смотрите. Видели? Он плачет даже с жевательной резинкой. Плачет, но не поет. А без резинки? И плачет, и поет. Беру. Сумасшедший дом! Ты собираешься купить этого деда? Кончили, я ухожу. Тихо! Меня хватит! Папа, шли, деда! Пошли у тебя больше деда! И дедушка останется, и прадедушка останется. И пра-пра-пра-пра, дедушка! А я, я. А ты сгинь, ну, шестрищка! Я тоже осталась. И, пожалуйста, над уверен, что наша квартира подойдет на столь старого, сеньора. Успокойся, родная. Не прощай! Я беру его на прокат. Как на прокат? Сколько? На. В наймы. В найм. Да. Сколько? Громеж. Он у тебя что, джаконда? Сеньор Леонид, а транспорт? А жвачка? Ну, хорошо. Ты как предпочитаешь? Наличными? Наличными сию минуту. Сегодня вообще ничего не будет. Ничего, я подожду субботы. Я вам верю сегодня, Леонида, как и в Англию. Вот только выпью, Рюмашечку, за ваше здоровье. Ну, нет ничего сегодня. Ничего страшного. В другой раз. Будьте внимательны. Това... Пусти ты к дедушке. Пусти ты к дедушке. Товар очень хрупкий. Я пошел. Да. Да. Наконец, ты объяснишь свою гениальную операцию. Сверхгениальную. Дедушка принесет нам немалый доход. Этот? Несколько грошей. Не несколько грошей, а несколько сотен тысяч лир. Несколько сотен тысяч? Сотен тысяч лир. Несколько сотен тысяч? И эта цифра приблизительно и заниженная. Вчера, выполняя свои обязанности сеньора из общества, на крестинах внука графа Кьорель де Ада, любуясь прелестным ребенком, сосерцая слепительно накрытый стол, я вдруг почувствовал такое страстное желание произнести речь при голодных спазмах желудка. Я говорил долго. Я говорил о том, что знаменательное событие, собравшее нас здесь, заставило вспомнить меня одно из величайших привилегий человечества. Бескорыстную помощь ближнему своему. Ваши счастливые лица, говорил я, натолкнули меня на мысль облегчить нищету страдайцев, осветив улыбкой, счастливой, радостной, благодарной улыбкой их нужду и горе. В заключении своей блистательной речи я предложил учредить благотворительный комитет. Вот это находка. И ты основатель этого комитета? Да, основатель. Да, основатель. Основатель. Более того, я сообщил комитету, что имею на примете семью, которая пребывает в страшной нищете. Браво. И чья же это семья? Наша. Наша? Наша. Ну, наша, ваша, наша. Что вы на меня уставились? Все. Я ухожу. Мне пора работать. Стоять. Папа, ну как ты мог? Я выполнил свой долг. Стойте. На этот раз идея мне так уж плоха. Плоха, да гениально. Впрочем, как все идеи, Леонида Папагатта. Так, так. Ну что ж, комитет придет сюда и все пойдет как по маслу. Куда его киваться? Комитет будет здесь? Ну, конечно. Мы же должны собственными глазами увидеть те нищенские условия, в которых властич свое жалкое существование. И тогда сердца наши разжалобятся и мы сделаем все возможное, чтобы вызвать улыбку благодарности на ваших взможденных, обезображенных лицах. Понятно? Сам ты обезображенный. А у меня лицо красивое, и даже очень. Ой, господи. Валерия, это не мешает тому, что оно должно стать обезображенным и изможденным. Сейчас комитет придет сюда. Как сюда? Но ведь они могут увидеть тебя здесь. И даже должны. Я основатель пришел заранее. Ну, делайте что-нибудь. Что? Ну, что-нибудь с лицами и должны вызывать жалость. Ну, старухи. Стоп, не надо. Потом. За эти лица я не получу ни лиры. Матильда, срывай занавеску. Так что, пошел. Я. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А разве это не муж? А это муж. Я же говорил, бездельник, пьяница. Можно вас на минуточку? Как вы могли довести свою семью до такой нищеты? Да. Мою семью? Ну не мою же. Перестаньте пьянствовать, потом возвращаться домой и истязать эту несчастную. По правде говоря, полковник, это она ударила его. Как это вот именно? Вы же говорили, что это он бьет ее. Когда пьяна, а когда трезв, она бьет его и правильно делает. Минуточку. Идите. Минуточку, полковник. Вы вносите в супружескую жизнь размолвку. А ведь наша задача заключается не только в том, чтобы оказать этим несчастным материальную поддержку, но и чтобы внести в их жизнь спокойствие. Благородная цель, Элона. Задача в данном случае совершенно невыполнимая. Добро. Сеньор, пожалуйста. Никогда не остается безотвенными. Я все равно право, я никакого обращусь. Нет, нет, сеньор, поцелуйтесь. И да будет им меня поцелути. Минуточку. Не надо целоваться. Почему? Мне время собраться от драйи этой несчастной, который мучится в агонии. А мы будем целоваться. У меня же первая обрадуется перед отпрыгкой на небеса. А если осталось... Целуйтесь, целуйтесь, целуйтесь. Коммуник, целуйтесь. Нет, что будем делать, сеньор. Никакого черта. Полковник ждет примирения. Правильно, полковник? Ну так как? Целуйся. Здесь. Ах, так. Целуйтесь. Ага. Ну смотри. Я смотрю. Ой, ой. Довольно, довольно целоваться. Почему довольны тебе? Потому что у меня масса неотложных дел. Я больше не могу оставаться в этом доме. Да, да. Поздно уже. Так летит время, когда делаешь людям добро. Ну добра, мы еще никакого не сделали. Лекарства и благие намерения, это еще не все. Давайте перейдем непосредственно к цели нашего посещения. Синя, если мы с женой мешаем вам, так мы можем уйти в свою комнату. Стоять. Не надо прикидываться. Ничего тут не разыгрывайте. Все прекрасно понимают, что вы лицемерите. Что будем делать? Мы добродатели пришли делать добро, то есть деньги. Я предлагаю 100 тысяч лир. Ваша щедрость приводит меня в восторг. Это позволит нам сохранить средства еще для одной семьи. Нет, вы меня неправильно поняли. У меня личных наличных денег нет. Я выдам чек. Вот и чудесно. Я думаю, 200 тысяч будет достаточно. Что? Что? Что ж, мы же предварительно оговорили эту сумму. Нет. Я, как председатель комитета, буду с вами... Почему? Это же не каждый. Это же не каждый. Я полагаю, 75 тысяч лир будет вполне достаточно. Прекрасно. Значит, 100 тысяч лир. И кончим с этим. Прекрасно. Я согласна. В таком случае я тоже. Значит, каждый даст по 25 тысяч лир. В таком случае я тоже. В таком случае я тоже. Чек на общую сумму 100 тысяч лир на имя этой несчастной. А наличные деньги я оставлю себе, потому что свои я оставил дома. Как ваше имя? Валерия. 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 Мама, мама, я убил его, я убил Александра. Зачем ты это сделал? Раймондо, я убил его, я убил Александра. Раймондо, я убил его. Это правда? Ах, тетушка, произошла ужасная вещь. Николета думал, что мой револьвер не заряжен и выстрелил в дверь, за которой находился Александра. И Александра умер? Да, тетушка. Что? Совсем-совсем-совсем? К несчастью. Мама! Я основатель комитета, помощь нужна. Дайте жиле воды, дайте жиле воды. Синьора, синьора. Этого еще не хватает. Александра, ваш родственник? Нет, слуга. А, прискорбно. Мама, теперь меня посадят в тюрьму. Его нужно спрятать, тетушка, а потом все устроится. Его надо спрятать, а потом все устроится. Я сам займусь этим. Пойдемте, Никола, пойдемте, тетушка. Нам лучше всем уйти, здесь больная. Безусловно. Его надо немедленно спрятать. Это не важно, тетушка, были бы деньги, место найдете. Минуточку. Вы хотите его спрятать? Немедленно. Оставьте его здесь. Как? И лучшего места не найти. Никому не придет в голову искать его в этом утлом жилище, потомку такого рода. Его могут схватить внизу. Неслыханная глупость. Да это гениальная идея. Понимаете? Полковник, я так благодарна за все, что вы сделали для нас. Благодарить надо этих несчастных. Конечно, конечно. Спасибо, дорогие, спасибо, дорогие. Спасибо и вам, полковник. Я остаюсь. До свидания. Я остаюсь здесь. Не беспокойтесь, полковник. Вы и так сделали больше, чем надо. Мы вас больше не задерживаем. Мне нужно установить размер компенсации. Пожалуйста. Не кажется ли вам, полковник... Да. Неужели вы хотите, чтобы я закончил свою мысль? Вы знаете... Извольте, ступайте прочь. А я... Вы ведете себя дома. А я... Господин Папагатто. Да. А, вот. Господин Папагатто, попросите, полковник, освободить вашу квартиру. Да, да, да. Да, да, да. Полковник, мы весьма благодарны вам. Мы должны остаться наедине, без посторонних. Своей семьей. Своей... Своей семьей? Да. Своей семьей? Своей семьей. Ну что ж, своей семьей они хотят остаться. Это естественно. Да. Оставайтесь. Эй, полковник, не забудьте жевательную резинку. Дедушке? Да. Резинку. Жевательную резинку. Жевать... Буду я. Ой, дядя, 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 дядя. Ой, дядя, дядя, дядя. Ой, дядя, 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 дядя КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ответа не будет. И чтобы некий тип по имени Антонио... О, мам, по-моему, это тебе. Да. Немедленно прекратил ходить хоть петухом и оставил мой дом. Так как, по моим наблюдениям, он все еще продолжает разыгрывать из себя мужа. А иначе произойдет землетрясение. Ой, напугал. Которое напоминает собой стихийное бедствие. Мам, еще раз напоминает, смотри, хорошая дисциплина. Стихийное бедствие. Дав ему понять, что пришла полиция. Выполнять мои указания неукоснительно. С почтением, Леонида Папагатта. Моги не подписываться. Такое может написать только твой отец. Но если он придет сюда и его здесь увидит, что мы будем делать? У него карманник 100 тысяч лир. Может устроиться где угодно. Зави сеньора Никола. Сеньор Никола, выходите. Ой, да вы весь дрожите. Да. Да, мне действительно страшно. Что такое? Нервы у меня на пределе. Боюсь, не совладаю с собой. Сеньор Никола, успокойтесь, садитесь. Мы вас сейчас накормим, а потом мы можем спать. О, Господи, опять! Подождите. Фиарелла, чулан. Чулан, быстрее. О, мама, Мия. Фиарелла. Да, мамочка. Дверь. Бегу. Здравствуйте. Ах, это вы. Не беспокойтесь, это моя дочь. О, где Николето? Николето мы спрятали. Мы не знали, кто стучит. Зови Николето. Сейчас. Проходите. Как себя чувствует кузен? Ужасно, весь расстроен. Мама. Мама. Николето. О, как ты себя чувствуешь, сокровище мое. Ужасно, мама, ужасно. Успокойся, дорогой. Все образуется. Раймондо сделает все возможное. Никола, ты должен освободиться от навязчивой идеи. Иначе сойдешь с ума. Я этого-то и боюсь. Не говори так. Как ты здесь устроился? Хорошо? Хорошо. Все они очень милые. Что бы это могло быть? Что? Стучат. Стучат? Фиорелла, ты слышала стучат? Нет, не слышала. И я не слышала. Вам показалось. Видишь? У меня галлюцинации. Мама, у меня галлюцинации. Вот, опять. Успокойся, дорогой. Это не галлюцинации. В дверь действительно стучат. Да. Три удара. Ах, три удара. Тук-тук-тук. Три удара, ты слышишь? Идиот, кретина. Простите, кто? Старик, деревяшка, лоб, пепел, стучит. Сосед курит трубку и стучит. Но ведь стучат в дверь. Ах, в дверь. Да, в дверь. Теперь я слышу. Стучит в дверь. Синьора, ну, спрячьте его куда-нибудь. Тирала, к Матильде. Синьор, пойдемте. Не беспокойтесь, синьора. Все будет в порядке. Можете открыть, синьора. Синьора, успокойтесь, успокойтесь. Я полагаю, что это ни к чему. Уважаемая синьора, по-моему, тот, кто стучал, уже ушел. Он ушел. Я слышу. Он спускается. Спускается вниз по лестнице, да? Синьор, знаете, есть такая пословица. Заставь дурака Богу молиться. Так он и лоб расшмет. Знаете, а? Нет, не знаю. Если человек дурак, то это навсегда. Входи! Терри! Полковник, вы... Как, в такое время? А! Да, да. Ой, осторожно. Ну, вот, я... Я шел от Вермании. Их деда произвели в кардиналы. Дай, думаю, зайду в эту очаровательную семью. А где Никола? Никола? Да. Он у Фиореллы. Они познакомились прекрасно. Как он себя чувствует? Ужасно, полковник. Вы не знаете, каким должно быть вознаграждение для этих отважных людей, оказавших гостеприимство моему сыну? Знаю, знаю 30 тысяч в день. Простите, я... 30 тысяч в день? Что, много? Нет, ну, чтобы я полагала, будет гораздо больше. А, да? После обеда я уже дала 50 тысяч лет. Кому? Конечно, мужу. Ну, все, этих денег мы уже никогда не увидим. Ну, я и не собираюсь их больше видеть. Ну, вы да, но я... Извините, полковник. Да. Синьора, ваш муж дома? Сейчас? Да. А, он в спальне. Где? В спальне. Я здесь, полковник. Ну, посмотрите, до чего мы дожили. В спальне жены. Да, в спальне жены. В своей устраиваются оргии. Какие оргии? О чем? Я не понимаю, чему его удивляетесь. Да он же в нижнем белье. Ну, в своей спальне он может ходить в чем угодно. А, кстати, там и отец, дедушка. Отец там. Да? Простите, полковник, мне необходимо поговорить с этими милыми людьми. А времени... А времени у нас мало, так что я прошу вас. Они могли задвинуть его за ширму. Стой за ширму, дедушка вообще ничего не увидит. Ну, смотри, возьмите себя в руку. Ведите прилично, сеньор. Что делает дедушка? Что может делать дедушка? Он же паралитик, дедушка. Дедушка паралитик. Да. А этот двигается хоть куда. Идиот. Возьми себя в руки, ты все провожу. Сейчас. Гад. Сеньор Папагат. Сеньор Папагат. Я хотел бы с вами поговорить. К вашим услугам, сеньор. Прошу. Речь идет о сугубо конфиденциальном деле, которое должно остаться между нами. Естественно, она хорошо оплачивается. Если доброе дело, да с хорошие деньги, что я должен делать? Спрятать в вашем доме одного человека. Всего на одну ночь. Понятно. Значит, еще одного. И опять здесь. Кто этот человек? Александра. Александр. Кто? Александра, слуга. Ну, он покойник. Ну, естественно. Но если мы объявим о его кончине, начнется следствие, тогда у Николе это могут быть неприятности. Да ну, знаете, видите ли, он покойник от похищения труппа. Я очень сожалею, но я на это дело никак не пойду. Двести тысяч, двести тысяч лир. Ну, если доброе дело, да с хорошие деньги. А еще одного покойника у вас нет? Нет. Понятно, прошу. Кажется, Николе, ты успокоился. Не очень этому верьте, тетушка. Шок был слишком сильным. Во всяком случае, вы идите отдыхайте, а я еще здесь... здесь останусь. Я уложил дедушку в постель. Там ему будет спокойнее. Полковник, потрудитесь проводить тетушку. Доброй ночи, тетушка. Идемте, сеньора. Гад. Так вот, надо сходить за чемоданом с останками бедного, сеньора Александра, и принести его сюда. А завтра в пять утра я вернусь за ним. А авансик? Держите, здесь сто тысяч лир. Понятно. Остальные сто тысяч в конце операции. У вас есть катафалк? У меня есть машина. Понятно. А как с упаковкой? Покойник в чемодане, пошли. Пошли. Антонио, Леонида, ты куда? Я ненадолго отлучусь с сеньором Раймондо. Зачем? Мы принесем небольшой чемоданчик с личными вещами сеньора Никола. Идиот. Ты же не одет. Я переоденусь у себя. Ага. Очень жаль, сеньор Никола, что мы не смогли разместить вас поудобнее. Нет, нет, мне будет хорошо. Сеньор Никола, прошу вас. Да, да. Боюсь, только не смогу заснуть. Надо сделать усилия. Вам нужен отдых. Постарайтесь забыть о... Это невозможно. Ночью, ночью страшнее всего. Мне кажется, что я сойду с ума. Сеньор Никола, я вам постелила. Можете ложиться. Спасибо. Да, это пятно крови на груди, Александр. Кошмар. Конечно, мне не заснуть. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Все будет в порядке. О, Боже мой. Кардиналы. Средства против бессонницы и воспутимости. Это то, что нам надо. От двух до четырех таблеток в зависимости от назначения врача. До четырех? Да. Даем шесть. Наверняка. О, сеньор Никола. Выпьем лекарство. Шесть таблеток. Так. Раз, два, три, четыре. На. Шесть. Ну, теперь вы будете спать, как убитый. Спокойной ночи. Спасибо, сеньор. Твой отец сказал, чтобы ты спала там. Мама, там? Да, я мама. Ну, ты же знаешь его характер. Что? Там. Туши свет, иди спать. Все. Спокойной ночи, сеньора Никола. Спокойной ночи, фьюра. Спасибо. Спокойной ночи, фьюра. Сеньор Никола. Спокойной ночи, фьюра. Мама! 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 Ааааа! Аааааа! Ааааа! Давай! 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 Сейчас! Подойдите! Значит, ровно в пять! Буду вас поджидать! Давай! 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 Тише, ты! Николя, ты только уснул. Куда поставить — около чулана? Вставь туда, вот. Да! Это будет легче дышать. Валерия! Валерия! Чего тебе? Ферла спит. Спит. А твой муж? Он ушел. Отлично. Ты что, совсем свихнулся? Ну и что, надо пользоваться, пока мы супруги? Ты подклёшь! Валерия! Убийца, проклятый убийца. Я, Александро, ты убил меня, убил. Николай, ты спишь, что ли, а? Мой призрак отомстит тебе за меня. Он будет тебя преследовать до тех пор, пока ты не сойдешь с ума. Я ищesz меня, просто... КОНЕЦ Валерия, Валерия, Валерия! Ну, что, что, что? Что ты хочешь? Где Антонио? Какой Антонио? Он давно ушел. Не верю. Я буду здесь спать. Где здесь? Здесь плю я. Понял? Тогда я буду спать в чулане с открытыми глазами. Прекрасно. Спокойной ночи. Что случилось? Откуда этот сундук? Да цундук притащил Антонио. Да, там вещи этого юноши. Понял? Вот оно, женское коварство. Все, я буду ночевать здесь, подушку. Интересно, в чем ходит этот мальчик, что на нем доспехи предков. Все так. Наблюдательный пункт выбрали? Так. Мой генерал, ваше приказание выполнено. Если у вас нет других желаний, я удаляюсь. Подожди. Не трогай меня. Подожди сюда. Подожди. Я тебе сейчас болтаю. Я не просил пить. Сегодня у меня другая жажда. Ах, другая жажда. Да. Жажда чести и женской верности. Пусти. А какой чести и верности ты говоришь, подлец? Подлец. За 20 лет ты весь мог собрать деньги на нашу свадьбу. Я свободная женщина. Да. И буду спать. С кем хочу и где хочу. Понял? Мерзавец. Я посмотрю. Мерзавец. 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 Молчать! Тихо! 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 Зачем пришел? Ты? Я? Да. Дело в том, что я принес сеньора Раймонда вещи из чемодана. Проломлю череп! Не надо! Человека покойник уже в гробу. Так что? Покойник уже в гробу? В гробу, в гробу. А я думал, это тайна. Об этом никто не должен знать. Но вы не волнуйтесь, вы не останетесь без своей половины. Все должно быть честно пополам. Как только мы закончим, сто тысяч лир будут наши. Сто тысяч лир? Да, обязательно. Тебе мне? Пятьдесят вам, пятьдесят мне. Как только отнесем... Отнесем что? Александра, слугу. Где он, где этот покойник? Где это под вами, в чемодане? Где это под мной, в этом чемодане, покойник? Именно в этом? Ну, сеньора Чибар, вам все рассказала. Сеньора Чибар много мне что рассказала. Объясни мне, что делает труп слуги в закрытом чемодане в моем доме? Ждет. Что? Ждет. Последнего суда? Пяти часов утра. В это время сеньор Раймонда приедет и заберет его. А живым даст по сто тысяч. А сто тысяч? Пятьдесят вам, пятьдесят мне. Минуточку, бандит. Двадцать тебе восемьдесят мне. Согласен. Покойник мой, он в моем доме. Дано принес его я. Незаконным путем. Почему? При помощи шантажа. Ты влез в мой дом и теперь торгуешь здесь трупами. Покойник мой. Ладно, ладно. Тогда сами и отдавайте его сеньору Раймонда. А заодно не скажите, каким образом вы оказались в этой квартире пять часов утра. Спокойной ночи. Минуточку. Что? Подлец. Мерзавец. Тридцать себе семьдесят мне. Согласен? Согласен. Вы ж хозяин. Встану пять утра и буду вас поджидать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Брат. Мерзавец. Ан-ан-ан. Я посмотрел, что верный я !" Ага. В essayer. vimos много жалений. Как мне? Будет oughtы Ka'n. По тво Federal нережно? Вып quickly убр commissioned. Убийца! Убийца! Ну, проклятый, что ты убийца, ну? Ну, я Александр, я Александров! Александр, я, ты убил меня! Ты меня убил так, ну, а? Фьерала? Ты не спишь, Фьерала? Кто там? Я спрашиваю, кто там? Мальчик. Что? Что случилось? Кто? Что? Вывозь ты! Леонида, ты? Ты меня закрыла? Я? Я должен, что ты вернулся сюда. Кто же меня запер? Мальчику, чтобы он не спал с открытым домом. Кто же меня запер, а? Непонятно. Но прямо как в Камлете. Призрак, здесь призрак, здесь призрак. Опомнись ты со своим театром! Кто же меня запер? Леонида Папагатта в собственном доме, в личном сортире дожили. Успокойся, Леонид. Мразь. Что? Я? Тварь, щука, акула, шакал. Кто? Леонид. Антонио. Леонид, кто? Неужели проник? Спит одна, странно. Кто? Валерия. Ты куда? Валерия в моей комнате? А почему она спит в моей комнате? А я где буду спать? Я буду спать в чулане, да? В чулане сплю я. Ну хорошо, я буду спать наверху. Там дедушка с Фьеррелой. Он назовешь меня туда. Там мальчик. Так, я нигде не буду спать. И вообще просижу всю ночь на этом чулане. Стой! Стой! Не надо садиться на чемодан. Не надо. Он такой хрупкий. Не трогай чемодан, там вещи мальчика. Вещи мальчика. Не надо вещи мальчика. Я только задвину его в сторону. Не надо двигать. Он загораживает весь проход. Не надо... Ну двигай! Поставь. Подними еще раз, а? Да хоть чтобы до ночи взялась физзарядкой. Я ко всему привыкла. Вот. Еще. Еще. Он что, такой легкий? Он? Он очень легкий. Ой, пустой. Ой. Тоже, товарищ Денький. Ранец. Успокойся. Успокойся. Меня украли покойника. Какого покойника? Труп. Какой труп? Стоимостью в 70 тысяч лир. Ну, Антонио. Он сошел с ума. Он сошел с ума. Ой, как жалко. Антонио! 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 Ну, что еще? Хотите посмеяться? Что случилось? Труп исчез. Покойник ушел. Куда спрятали? Да не я. Синьор Раймондо в чемодан. Раймондо в чемодан. Посмотрите. Он закрыт. На ключ. Да. Я сейчас открою его и без ключа. Прошу. Пресвятая дева. Труп исчез. Труп исчез. Его надо вернуть. Понятно. Значит, вы хотите вернуть сами? Мерзавец. Жулик. Где покойник? Это вы мне скажите, где покойник? Синьор Леонида! Я сейчас выну вам покойника, синьор Антонио. Как кролика из клетки. Да бросьте! Бросьте, синьор Леонида! Уж это знаю! Покойник у вас! Я знаю, куда вы его спрятали! Как будто я не знаю, куда он его спрятал. Ходи! Мама! 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 Что тебе нужно? Мне нужна кровать! Представь себе, мне тоже! Что происходит? Мамочка! Мама! Мама! Нам нужна кровать! Мамочка! Нам нужна кровать! Мамочка! Мамочка! Накадали самому любимому папочку! Это он пристроил его к тебе! Ой! Мама! Что-то случилось с синьором Николом? Синьор Николом! Синьор Николом! Синьор Николом, пока единственный человек, который не сошел здесь с ума! Ничего! Совершенно ничего! Ну? Нет. А вы? Тоже нет. Тоже ничего. Папа, я хочу спать! Папа! Что вы ищете? Покойника. Что? Мы ищем покойника. Что? Покойника. Они оба сошли с ума. Папа, что ты говоришь? Деточка моя, что тут непонятно? В этом чемодане был покойник. Сейчас открываем, покойника нет. Покойника? Да. А кто же он? Очень ценный труп. А кто? Синьор Александра. Да, слуга. Покойник синьора Никола. Ты слышишь, Матильда? Все понятно, Валерия, это правда. Вот поэтому, да-да-да, в этом чемодане был покойник. Да-да-да. О, Боже мой. Матильда! Пусть помоги же! К сожалению, но синьора Папагата нет дома. Чего? 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 Ко-какай, те? Ура! КО-какай, все! По-другому. Боже мой! Ну, в конце концов, зачем тебе это все надо? Мне надо, чтобы мальчик не двигался, понял? Какой мальчик? Ну, ладно, подходит. Боже мой, боже мой, какое несчастье. Мамочка, ничего страшного. Как это сеньорчи, пожалуйста, не нормально. Прошу, сеньор Чибор. Сеньор Борджа, крупнейший специалист в области хирургии. Пожалуйста. Я рада видеть вас, доктор. Жаль, что мы побеспокоили вас. Что вы, сеньора, я весь день с утра до вечера в заботах. А это для меня просто халтура. Это такая натура. Вольница, посещение. Здравствуйте, профессор. О, доктор, это не займет у вас много времени. Я думаю, что мы должны рассказывать о причине травмы. Да, что у вас случилось? Да, пожалуйста. Доктор, дело в том, что я совершенно ничего не помню. Он совершенно ничего не помнит, потому что он не может помнить. Это была ночь, вы понимаете, он спал. Узнать, что происходит с моим сыном. А для чего же я здесь, не правда ли, полковник? Ну, конечно, да. Ну. Ассистент, который накладывал гипс, вот, пожалуйста, написал. Ага. О, доктор, каков диагноз? Как это состояние больного? О, состояние... Это вам заключение. Кому мне? Медицинское. Дисторсия. Наклонного характера в области бедра. В сочетании с продольным. Не-не-не, это не опасно. Это не опасно. Просто неразборчиво написано. В сочетании с продольным, продольным перемолом. Переломом. Да, конечно, написано все-таки перемолом. Перемолом. Ассистент писал. Продольным переломом берцовой кости. Кости. Кости, да. Написано кости? А, что? Как вы думаете? Какое ваше мнение? Мое? Абсолютно никакого. Вот видите, сеньора, все прекрасно. Он абсолютно ничего не думает. Я думаю, вы должны захотеть сами осмотреть пациента. Ага, как это? Больной мальчик. А, молодой человек, это вы пациент? Ну, конечно. А что вы думаете о гипсе? Как наложен гипс, хорошо? Ну, посмотрим. Да, а это что за хреновина такая? Это не хреновина, это устройство. У нас в хирургии это называется хреновина. Это в политике, в промышленности устройство. Ну что, вот мне вот это вот устройство хреновина. Гипс, нет, что вы думаете о гипсе? Гипс, молодой человек. У вас превосходный гипс. Он абсолютно белый. О, доктор. Благодарю вас, доктор. Значит, я могу увезти своего Николя Тодзи? Конечно. Нет, ни в коем случае, что вы, никаких движений. Это Малая Берцова, это же кость. Я думаю, не через сорок, профессор. Я думаю, скорее. Тридцать семь и два. Если, конечно, будет нормальная температура. И вообще-то я пошел, так что вот. Где мой портфель? Вот. Шляпа. Меня ждут в пивной. А пациенты? Доктор, а гонорар? Гонорар что? Размерный. Вознаграждение. А, триста на наличными. Сколько? За такси триста и двадцать тысяч за визит. Двадцать тысяч? Двадцать тысяч. Двадцать тысяч. Двадцать тысяч за визит. Двадцать тысяч. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, профессор. Да. Спасибо. Вот вам гонорар. Большое спасибо. Если будет какая-то нужда. Не только нога, руки, голова, зубы. Я всегда к вашему стражу. Прошу, профессор. Николетто, мне необходимо вернуться. Раймондо заждался. Он ведь ничего и не знает о случившемся. Будь осторожен. Мамочка, приходи еще. Мне, к сожалению, тоже пора. Деловая встреча. В административном совете ассоциации владельцев недвижимого имущества. О, конечно, полковник. Огромное вам спасибо за все. Не за что. Дорогая, я жду вас сегодня к обеду. Спасибо, сеньора. Вы очень любезны. О, совет уже свистит. Зовет. До свидания, сеньора Валерия. Синяина. До свидания. Не болейте. А я иду переодеться к обеду сеньоры Чипор. Мама, а ты не будешь против, если мы поставим пластинку? Конечно, деточка. Сеньор, а разве вы не пригласили меня на этот танец? Конечно, сеньорина. Да, этоawia. Давай vino союз. Давайте потанцуем. Ха-ха-ха-ха. Осторожно, Никола. Нас могут увидеть. Да? Ах, так. Ой. Я не могу двигаться, а ты этим пользуешься. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу сказать тебе одну вещь. Ух ты, какой серьезный вид. Вот дело в том, что тот, кого ты считаешь моим отцом, вовсе мне не отец. Как? Разве сеньор Леонида не твой отец? Отец, но сеньор Леонида совсем не тот, о ком ты думаешь. А кто же сеньор Леонида? В данном случае сеньор Леонида Антонио, наш сосед. А, не понял. А мой папа полковник. Он и есть настоящий сеньор Леонида. Полковник профессии моего папы. Понял? Он полковник? Да нет же, он гость. А сеньор из общества его профессия. Как? Гость. Он же, слушай, он же гениальный артист. Ты не очень расстроился. Да наоборот. Я просто в восторге от него. Каков актер. Да нет, он просто очень умный и добрый человек. И я его обожаю. Я тоже. Правда? Правда. Здравствуйте, сеньор Раймондо. Что это еще за история с поломанной ногой? Фьеррелла с тобой поздоровалась, Раймондо. Здравствуйте. Никола. Никола, я ведь очень волнуюсь. Я успокоюсь только тогда, когда ты будешь в надежном укрытии. Я его нашел. Извините, сеньора Раймондо, за вмешательство. Но Никола нельзя отвинчивать от этого креста. Сеньора Никола, меня не интересует ваше мнение. Но я вам его сказала. Я твой опекун. Ты должен мне повиноваться. Никола должен слушаться только врачам. Доктор. Ты убил человека. Случайно. Совершенно случайно. И кто посмеет его осудить? Да что вы раскудахтались. Да что? Как ты смеешь оскорблять девушку? Вы не имеете права нас оскорблять. Мой маленький Николетт. Неужели ты не понимаешь, чего они хотят? Эти люди хотят только одного. Чтобы удержать тебя здесь как можно дольше. И вытащить из нас как можно больше денег. Это же мерзавцы. Никола, ты... Сам вы мерзавец. Шакал. Вот вы кто. Акула. Верблюд. Фу. Да как вы смеете вы... Полчите. Каллигула. Что происходит? Замечательно. Полковник. Я пытался объяснить им, что Николетта подвергает себя смертельной опасности, оставаясь в этом доме. Совершенно справедливо. Вот видишь, Никола. Полковник разделяет мое мнение. Тебе необходимо немедленно покинуть эту квартиру. Не так ли, полковник? Как? Нет. Да вы что, смеетесь надо мной? Довольно, полковник. Не вмешивайтесь не в свои дела. Дорогой Никола, вы молоды и сверхчувствительны. Но через месяц вы станете совершеннолетним. Я поздравляю вас. Молчи. И вступите в права наследства. Поздравляю. Молчи. Молчи. Так что вашему уважаемому кузену-обекуну нужно будет отдать отчет об обекунстве. И сделать это ему будет очень трудно. Потому что он игрок. И все ваши деньги промотал. Для этого он и затеял это убийство, чтобы окончательно избавиться от вас. Об этом рассказал мне Александра. Как? Александра жив. Что? Да он жив. Он жив. Он жив. Когда я сегодня ночью оживил его и припер к стенке, он рассказал мне о замысле Раймонда. Александра признался, что получил от Раймонда в качестве задатка миллион лир. Все, что осталось очевидно от вашего состояния, Никола. Ты не мог этого сделать. Он не мог этого сделать. Я не могу в это поверить. А ты не должен этому верить. Все это коварное измышление. Это уничтожного типа. Полковник, у вас богатая фантазия, но нет доказательств. А чемодан? А в нем двадцать, семь дырочек. Молодец. Пусть даже кто-то и был в этом чемодане. Кто может доказать, что это был Александра? Кстати, где он, Александра? Замечательная идея, полковник. Но вам не достает главного героя. А вот это вам недостаточно? Нашли время для шуток. Ну что ж, придется предъявить главное вещественное доказательство в виде болвана. Сеньор Папагато. Распакуй. Сеньор Папагато, почему вы разрешаете с собой так обращаться? Почему позволяете командовать в своем доме этому бандиту? Что, это все? Ну так знайте. Этот человек любовник вашей супруги. А вы совершенно правы. Я не жена, а всего-навсего сожительница этого сеньора. Хотя у меня с ним уже взрослая дочь. Говори. Дело в том, что я не сеньор Папагато. Сеньор Папагато, он. Не понял? Полковник? Вы что, все из полиции? Я же вам дал двести тысяч лир. Сколько? А мне сказал сто. Папа! Да-да, мы еще поговорим об этом. Так значит, это правда. Ну, если бы я мог двигаться. А что мешает вам двигаться, сеньор Никола? Нога у вас цела, и вы можете идти. Мы вынуждены были это сделать, чтобы защитить вас. Ах так! Спасибо. Никола! Вон отсюда. И чтобы я никогда тебя не видел больше. Никогда. Не расслышали? Перчатки. Белые? Естественно. Спокойно. Я сам. А ты, сморчок, проваливай. И чтоб ноги твоей не было в моем доме. Если когда-нибудь я тебя здесь увижу. Молчи. Молчу. Пошел. В стирку. О, папочка, ты великолепен. Будет видишь, Никола, какой у меня папа. Почему ты на ты с Николой? Ну, понимаешь, папа. Полковник, простите, сеньор Папагата, видите ли, в чем дело? Я, 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 мы любим друг друга. Я, я хотел бы жениться на Фьерелле. Как? Мама, мамочка, мамочка, я так счастлива, милая. Как я счастлива. Фьерелла поздравляю, Никола поздравляю, как я счастлива. Леонид, мы проднимся со знатными сеньорами. У нас будет свой герб. Сестричка, будет свой герб. У тебя уже есть герб. Какой? Даже два. ЖМЭ на фоне двух нолей. Чудовище, ты же чудовище. Ну, помолчи. Вы так и не ответили, сеньор. Надо подумать. Фьерелла, осторожней. Фьерелла. Ну, что же надеетесь на прием по случаю закрытия симпозиума виноделов? Откуда деньги? Я же выпустил Александра. Покойник в благодарность выложил миллион лир, теперь это приданные Фьереллы. Спрячь подальше, не трать. Ни лиры. Да, но ведь эти деньги принадлежат сеньору Николу. Ну, конечно. Он получит их обратно из брачной корзины Фьереллы. Если женится на ней. Он женится на ней. Он просил у меня ее руки. Так почему же ты сразу не ответил «да»? Да потому что у меня есть достоинство. А, достоинство. А у меня... Ты родилась в Палермо? Что? Надо в мэрии запросить твое свидетельство о рождении. Зачем? Я хочу назначить еще одну свадьбу. в Палермо. Леонида, ты делаешь мне предложение? У нашей дочери должны быть в порядке документы. Я люблю тебя, Валерия. в порядке. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Не очень, не очень. Валерия, я тебя очень прошу, не говори соседям о нашей свадьбе. Пусть все будет в интимном кругу. Мне не хочется, чтобы на свадьбе Леонида Папагатта вдруг оказался случайным гостем. Пусть даже... из-за высшего общества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И не было рядом, но надо... Даже камни ниво знают, что нельзя нам друг без друга. В жизни все бывает, в жизни все бывает, Но старая любовь, она такая штука. Все залечит, все залечит верность, Даже сердце рады и сомненья и руки. Час придет расстаться, час придет проститься, Но пока мы живы, нам не знать разлуки. Изумлен Неаполь, потрясен Палерма, Даже камни рима молча умудрились удивиться. Необыкновенно, необыкновенно. Через двадцать лет скандал вдруг жениться. Все залечит, все залечит верность, Даже сердце рады и сомненья и муки. Час придет расстаться, час придет проститься, Но пока мы живы, нам не снять разлуки. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»